ЕСЛОД СИТИ ЕНАСТРИ Командование Вооруженных Сил Польши выпустило официальное предупреждение. В ближайшие дни могут произойти, цитата, незапланированные военные действия связаны с обеспечением госбезопасности. Поэтому с 5 февраля, с сегодняшнего дня по 5 мая, вводится предупреждение для полетов в воздушном пространстве Польши. Страны Большой Семерки собираются усилить нефтяные санкции против РФ. Для этого они хотят ограничить использование России и ее теневого флота для транспортировки нефти. Об этом сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что с помощью теневых трейдеров и судоходных компаний Россия собрала сотни танкеров для транспортировки своей нефти в обход ранее установленного ценового потолка на ее ресурс 60 долларов за баррель. Это позволило Москве транспортировать свою нефть без использования западных услуг, страховых, финансовых, а также кораблей, говорится в сообщении. В связи с этим отмечается, что G7 хочет усилить контроль за соблюдением ценового потолка. Причем уже во втором квартале 2024 года, в апреле-юне. Кроме того, там намерены наказывать тех, кто вовлечены в нечестные практики РФ. «Мы усложняем для России использование ее теневого флота. Это вынудит ее использовать для перевозок нефти флот G7, в рамках работы которого поставщики услуг придерживаются потолка цен», рассказала представительница управления по вопросам имплементации финансовых санкций Великобритании Ольга Димитреско. Вы сказали, что санкции работают хорошо, и все же даже при снижении доходов от продажи нефти, газа и сырья России хватает денег на войну. Вот традиционный вопрос, наверное, который задают всем. А как долго их еще будет хватать? Нет, это сказать совершенно невозможно. Но вот зачем нужно следить, чтобы понять, сколько у России еще средств поставил для ведения войны? Надо смотреть за движением денег. Нефтяные цены, когда они невысокие, они приводят к тому, что в России меньше средств от экспорта той же самой нефти. Но вот запланировали в бюджете, что для того, чтобы хоть как-то свести концы с концами в бюджете, нефть нужно продавать по средней цене на 71 доллар, там 30 центов, что-то такое заложили. Потом вдруг выяснилось в прошлом году, что если даже по 78 продавать все равно не хватает для бюджета, то война должна быть профинансирована. И поэтому для того, чтобы возместить вот эти потери бюджета из-за того, что не хватает доходов от экспорта энергоносителей и прочего сырья, надо обращаться к фонду национального благосостояния, благоденствия, благорастворимости или как уж там он называется. А в этом фонде, ну, во-первых, у России арестованы за границей значительные средства, почти 300 миллиардов долларов. А в фонде вот ликвидных средств, которые можно продать и что-то такое пополнить бюджет, становится все меньше, меньше и меньше. Когда мы смотрим, как каждый год усыхает этот фонд, а из него там еще финансируются кое-какие по распоряжению президента проекты первоочередные, или просто пополняется, ну, вот бюджет нужно пополнять. И, ну, не так давно экономисты посчитали, вот теми темпами, которыми опустошается этот фонд национального благосостояния, не возмещается там ничего прибылью от экспорта, то, ну, максимум два года. Через два года в этом фонде денег просто не останется. Там уже не осталось евро, там уже не осталось долларов, там сейчас юани, ну, а юани такая валюта, она опасная, потому что ее менять и ее тратить, ну, на это нужно, все это делается под наблюдением китайского центрального банка. Поэтому так просто с ней обращаться нельзя. И золото какое есть. А мы смотрим, сколько тонн золота было продано в прошлом году для того, чтобы возместить потери бюджета. Вот два года сейчас экономисты, это не я, я, кстати, не экономист, вот не я даю такие сроки, но когда посчитали темпы опустошения, через два года деньги в этом фонде национального благосостояния кончатся. Мы уже видим судьбу таких фондов. Несколько лет назад был создан фонд, резервный так называемый фонд, куда стекались лишние деньги от реализации нефти за границей. Предвлекали, что он через год будет исчерпан, получилось два года. Вот он просуществовал после таких прогнозов два года. Сейчас два года дают вот этому фонду национального благоденствия. Ну, я не исключаю, что там похожи все доводы на правду, и, скорее всего, это примерно так оно и есть. А пополнять-то ниоткуда. То есть деньги на это будут браться уже не от нефти, не от газа. Газ, как источник доходов, ну, Путин исключил. Потому что, начиная с 21-го года, он по его приказу, Газпром постепенно уходил, уходил, и почти ушел с европейского рынка, где он зарабатывал основную часть денег. Замены-то этому нет никакой. Добыча газа в Газпроме упала на четверть. Значит, доходов от экспорта газа, ну, просто не стало таких, какие были раньше. А по нефти санкции подействовали, тоже таких доходов уже нет. Вот где деньги брать? Это значит, что вот сейчас, пожалуйста, идут такие разговоры о повышении платы за ЖКХ, о повышении акцизов на топливо и много-много-много других. Вот везде повышение повышения. Брать будут кого? Те компании, у которых еще какие-то деньги есть, население, это уже совершенно обязательное. Мы видим, как сокращаются государственные субсидирования или финансирования, здравоохранение, образование. Ну, на войну вот остаются. И когда говорят, что, извините, смотрите-ка, вот какая у нас победа. Мы, ВВП российский, он на 2, почти с половиной процента за год увеличился. Ну да, промышленное производство увеличилось. Какое? Это вот лепят где-то в каких-то областях, где есть военное производство, снаряды, бронетранспортеры, там еще что-то такое. Все это едет на фронт и через 2 недели благополучно взрывается или погибает где-то в украинском черноземе. Это что? Вот это дает социально-экономическое развитие стране, населению. Вот что это такое дает? Да, это вот бумажное увеличение ВВП, которое на самом деле совершенно неконструктивное. Это делается этот ВВП, который тут же уничтожается на фронте. А с населением будут слуплять все больше и больше. В прошлом году сделали опыт с компаниями. Вот пришли к Газпрому и сказали, что-то у вас там деньги накопились. Давайте-ка вот вы, вот налоги вы все аккуратно платите, а заплатите-ка нам еще дополнительный налог, там вот триллион почти с четвертью. Потому что, ну, очень нужно, на войну. Нету в налоговом кодексе такого налога и вообще ничего такого нет. Просто сказали заплатите. А другим компаниям сказали, вы знаете, вы тоже должны будете теперь платить налог на, ну, как бы на роскошь. У вас деньги есть. Вот почему. Не потому, что они вам нужны для инвестиций куда-то, какие-то проекты. А просто вот есть у вас какие-то деньги, отдавайте их на войну. И началось. Вот с компаний слупляют, с населения слупляют. Это, когда мы будем смотреть только на одну нефть, как на источник финансирования, или там на сжиженный природный газ, или еще на что-то, то не туда надо смотреть, а вдирают население. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Если коротко пересказать, то отмашку на новый госпереворот пока не дают ни Зеленскому, ни Залужному. Салливан заявил, что Вашингтон якобы не станет вмешиваться в возможное решение. Потому что на Залужного велика вероятность делают ставку республиканцы, а демократов устраивает конкретно Зеленский, готовый воевать с Россией до последнего украинца.